Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Срок до года. Также они просят ввести каникулы по НДС и налогу на прибыль до конца 2021 года, обнулить на время карантина ставки по страховым взносам, увеличить суммы по госконтрактам со строителями и избавить их от судебных претензий по ряду вопросов. При этом строительная отрасль одна из немногих, которые почти не закрывались на карантин. Предприятиям сферы разрешили работать еще в начале апреля. Программа Экономика. Список пострадавших отраслей больше не расширит. Об этом заявила министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева. По ее словам, такое решение принято на уровне Минэкономразвития России. Озвучена позиция о том, что перечень пострадавших отраслей больше пересматриваться не будет. Вот тот, который есть на сегодняшний момент, он останется и будет дальше продолжать работать. Это 11 сфер, 38 видов экономической деятельности. Если мы будем говорить о Кировской области, то из 62 тысяч хозяйствующих субъектов в пострадавших отраслях 18 тысяч. Но хотелось бы сказать о том, что среди пострадавших отраслей есть определенные виды деятельности, которые уже фактически 4 месяца работают. Мы им дали возможность осуществлять свою деятельность. Включение отрасли в список дает возможность подавать заявки на льготные кредиты на выдачу зарплаты, получать отсрочки по налогам и аренде, запрещать банкротство и взыскание долгов. Экономика на 101 АФМ Фонд защиты прав дольщиков прошел официальную регистрацию. В середине мая его поставили на учет в налоговой. Застройщики банкроты передадут фонду имущество и свои обязательства перед участниками долевого строительства, поясняют в региональном Минстрое. Бюджет Кировской области внесет в фонд почти 26 миллионов рублей. Еще 530 должно поступить из федерального бюджета. Деньги направят на завершение строительства проблемных домов или на выплаты дольщикам. Первый объект, который планируется завершить с участием Фонда защиты прав дольщиков – дом на Ленина 31. Всего в Кировской области в реестре проблемных 23 многоквартирных дома. Экономика Завершение о валютах на сегодня. Доллар стоит 72 рубля 34 копейки, евро 79,18. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ